Ирина Анатольевна Грехнева, я преподаватель Златоуста, много лет работала в университете Санкт-Петербургском на филологическом факультете, преподавала на бакалавриате русский язык. Вот, значит, сегодня мы с вами послушаем лекцию «Словообразование в русском языке», но, конечно, мы с вами понимаем, что эта тема громадная, просто ее не охватить, естественно, даже не в одном уроке, а даже целый семестр, наверное, будет мало, чтобы рассмотреть все случаи. Но мы для начала, это как базу, попробуем понять, какое огромное значение имеют суффиксы и приставки в русском языке для образования слов именно. И первое, что мы с вами посмотрим, это термины, которые нам сегодня будут нужны. Прежде всего, нам нужен корень слова. Морфема «корень слова» — это самая главная часть слова, которая заключает в себе лексическое значение. То есть, например, «школа», «школьник», «школа», да, вот этот корень «школа», мы сразу понимаем, что это то, что относится к образовательному учреждению, к школе. Это корень «школа». Префикс «приставка» — часть слова перед корнем. Прочитать, написать. С одним и тем же глаголом много приставок могут употребляться, да. Написать, переписать, записать. Поэтому приставка тоже образует новые слова. Суффикс «часть слова», которое стоит после корня, да, вот у нас первый корень был, суффикс стоит после корня и тоже имеет словообразовательное значение. Например, «школьник», суффикс «ник» показывает, что мальчик, который учится в школе. Учитель, суффикс «тель» показывает, что человек, который учит детей. Поэтому приставки и суффиксы у нас чаще всего бывают словообразовательными элементами. То есть, с их помощью мы образуем новые слова. Новые слова, они имеют новое лексическое значение. А вот окончание, окончание – это изменяемая часть слова, да, часть слова, которая изменяется. Она стоит в конце слова. И окончание не образует новые слова, а только образует формы одного слова. Ну, например, при спряжении глаголов, что у нас изменяется? Я читаю, ты читаешь, он читает. Мы просто образовали формы глагола «читать». Также самое, наверное, трудное для студентов иностранных – это окончание падежей. Когда мы совершенно, студенты не понимают, почему «ма», 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 «бу», «ма», «мы», «ма», «мой», да, зачем это нужно в русском языке. А у нас это формы слова, которые нам нужны для того, чтобы каждый глагол после себя показывал, чем, как он управляет, какой формой слова. Да, и давайте посмотрим роль этих частей слова. Вот есть у нас русский, был русский лингвист Лев Щерба, мы видим его на фотографии. Он специально для студентов придумал такую интересную фразу. Вы, пожалуйста, не бойтесь, потому что даже русские не понимают сразу эту фразу. Очень странная фраза. Если я скажу кому-нибудь русскому, он скажет, что это, я ничего не понимаю. Но на самом деле здесь очень много можно понять, если мы знаем вот эти части слова. Чтобы понять фразу, нам нужно найти сначала основу, субъект и предикат. Ну, если это предикат, предикаты обычно бывают глаголы. Глаголы бывают предикатами. И мы в этой фразе видим два слова, которые очень похожи на глагол. Это «будланула» и «курдячи». А чем они похожи на глагол? Как мы узнали, что это слова, похожие на глагол? А потому что мы видим, первое, что видим, суффикс «л» в слове «будланула». А «л» мы знаем, ассоциации сразу. Ага, суффикс «л» показывает нам прошедшее время глагола. Мы знаем «сказала», «прочитала» и также «а», «будланула». Значит, это прошедшее время. Теперь суффикс «ну». Суффикс «ну» показывает, что действие было один раз. Однократное действие глагола. Конечно, в русском языке есть exceptions, да, исключение, когда «ну» другое значение. Но вот это «в общем», да, это показывает, что один раз это сделано. По аналогии «крикнуть», «прыгнуть» – это всё один раз. И также «будланула» показывает, что это один раз. А окончание «а» всегда нам в прошедшем времени показывает, что это глагол стоит в форме женского рода. Мы помним, только в прошедшем времени мы можем узнать род у глагола, потому что здесь «сказал», «сказала», «прочитала», «прочитала». Также и здесь мы видим, что глагол стоит в прошедшем времени и имеет форму женского рода. Так, теперь, что получается? Второй глагол – «курдячит». Первый глагол мы поняли в прошедшем времени был, а теперь мы видим окончание «ит». И мы уже знаем из грамматики русского языка, что это глаголы третьего лица единственного числа настоящего времени. Например, «бежит», «кричит». И также «курдячит». Не знаем, что такое «курдячит», но знаем, что это глагол настоящего времени, что это происходит сейчас. И ищем предложение «где же субъект женского рода». Ага, у нас есть слово «куздра», окончание «а», так же как «мама», «сестра», вот оно, слово женского рода. Итак, мы получили субъект «куздра» и два глагола «будланула» и «курдячит». По-прежнему странная фраза, но дальше мы можем ответить на вопрос «какая». «Какая» – это вопрос прилагательного, да, аджептив «какая кустра». И по окончанию мы видим «глокая», да, то есть «ая» окончание показывает женский род, что по аналогии «красивая», «высокая», ага, «глокая» окончание женского рода. Теперь вспомним наречия. На что кончаются наречия в русском языке? Обычно это в конце суффикс «о», так как «громко», «сильно», «ло», «ко». И в этой фразе есть слово «штеко». Как раз это слово стоит как бы перед глаголом «будланула». И получается «как будланула»? «Штеко». Следующее. После глаголов обычно стоит прямой объект. Прямой объект – это существительное в винительном падеже. И у нас после глагола «будланула» стоит слово «бокра». В окончании «а» мы знаем, ага, винительный падеж мужского рода. И мы еще знаем, что это живое существо. То есть у нас есть неодушевленные, неживые и одушевленные живые существа. Поэтому, значит, неживой объект у нас так же, как в именительном падеже, в номинативе. Например, «я увидела дом», «я увидела стол». А если живой, то тогда я увидела брата, и вот здесь я увидела «бокра». То есть что мы теперь уже знаем? Что вот этот «бокр» – это какое-то живое существо. И стоит как прямой объект, винительный падеж. Дальше. Суффикс «енок». Что такое суффикс «енок»? А он нам в русском языке показывает, что это чей-то ребенок. Даже в слове «ребенок» видите суффикс «енок» и показывает, что это чей-то ребенок. Если мы говорим «кот», то тогда его ребенок – котенок. Ребенок кошки, котенок. Теперь «цыпленок» – ребенок курицы. «Теленок» – ребенок коровы. По суффиксу мы сразу знаем, что это кто-то маленький, какой-то ребенок, чей-то ребенок. И что у нас получилось? Сначала мы ничего не поняли в этой фразе. Но если мы знаем грамматику русского языка, то мы хорошо понимаем, что это какое-то существо женского рода один раз что-то сделало с существом мужского рода. И сейчас делает что-то с ребенком этого существа. Мы почти поняли фразу. И вот такая фантастическая фраза вдруг получила свое значение. Мы не знаем ее лексического значения, но мы все поняли грамматическое значение. А благодаря чему? Благодаря вот этим морфемам. Благодаря частям слова. То есть, если мы хорошо знаем значение суффиксов, значение окончаний, значение приставок, мы можем сами образовывать слова и строить целые фразы. Поэтому давайте сейчас посмотрим. Из анализа фразы видим, что роль гигантская. Префиксы и суффиксы помогают нам образовывать слова. И у нас есть даже методы образования. Называются они приставочный, когда с помощью приставок образуются слова. Суффиксальный, когда с помощью суффиксов. И приставочно-суффиксальный, когда одновременно к корню и приставка, и суффикс добавляется. Сегодня, конечно, мы все методы не сможем посмотреть, но посмотрим те, которые мы уже видели в нашей вот этой первой фразе, что можно сделать с этими суффиксами. И возьмем еще некоторые случаи. Первый суффикс у нас будет суффикс наречия, самый известный, самый популярный для образования наречий. Это суффикс «о». Он образует наречия от прилагательных. Я сейчас делаю маленькую паузу, чтобы студенты могли сами себе в голове сказать правильную форму. И потом проверяем. Если у нас прилагательное «хороший», то наречие будет «как?» «Хорошо». Прилагательное «прекрасный». Наречие у нас будет «прекрасно». «Чистый». Я надеюсь, все знают слово «чистый». «Чисто». «Грязный» антоним «чистый», «грязный», «грязно». «Близкий», «близко». «Громкий», «громко». Это, наверное, самый легкий способ образования слов в русском языке, когда от прилагательного мы получаем наречие с помощью «о». Теперь у нас был суффикс «ну». Суффикс «ну» обычно нам показывает, что это перфектив, совершенный вид глаголов. И давайте посмотрим, как у нас получается эта перфективация, то есть образование совершенного вида. Глагол «прыгать». Совершенный вид. «Прыгнуть». Теперь глагол «достигать» обычно употребляется в словосочетании. «Достигать цели». Я перевела на немецкий язык с помощью гугла, поэтому я не знаю, точен ли перевод. Значит, «достигать цели» и совершенный вид у нас «достигнуть». «Достигнуть цели». Поэтому, когда мы говорим «процесс», да, «я достигаю цели» или «я всегда достигаю своих целей», множественное число. В прошедшем времени, правда, бывают исключения, потому что в прошедшем времени у нас может сохраняться суффикс «ну», «как я прыгнула». Или этот суффикс может не сохраняться в прошедшем времени, как он достиг цели. Он достиг цели. Вот опять трудность, да, что во всех ситуациях грамматики русского языка встречаются исключения, которые просто нужно учить. Здесь есть, конечно, историческая логика, но сейчас на уровне современного русского языка мы этой логики не видим. Мы думаем, почему, да, прыгнуть, но достиг. Прыгнул, но достиг в прошедшем времени. Следующее. «Кивать головой». Вот это жест, который, я думаю, что вы все знаете. «Кивать головой» – это говорить «да», правда? То есть вот это «кивать головой» мы имеем в виду «вперед», «да». И тогда, если один раз, что я сделала? Я кивнула головой. Кивнуть головой. «Кивать головой», «кивнуть головой», то есть соглашаться, говорить «да». А вот другой глагол «качать». Он многозначный, много значений, но если взять опять слово «голову», «качать головой» – это говорить «нет». «Кивать головой», «да», «качать головой» – это «нет». И поэтому, когда я качнула головой, это я сказала «нет». Ну, немножко залезем в физиологию, да. «Качать головой» можно вот так, и «качать головой» можно еще вот так, да, из стороны в сторону. Из стороны в сторону. И когда ребенок приходит из школы и показывает маме плохие оценки, мама качает головой. Это что значит? Она говорит «ай, как плохо». То есть вот это – это «нет», а так – это «ай, как плохо». И поэтому глаголы «качать» и «качнуть» у нас несколько значений. Следующий глагол – это «зевать». Когда мы хотим спать, мы «зеваем». и «один раз» – это «зевнуть». Поэтому, если мы «зеваем» или мы «зевнули» на уроке, что можно сказать преподавателю, если преподаватель в это время на вас смотрит, «а вы сидите, зеваете» или «зевнули», обычно мы говорим «извините, я не выспался». Вот, посмотрите, у нас глагол «спать». Все знают глагол «спать»? А если мы добавим префикс «вы», «постфиксся», то получается глагол «выспаться». Не «выспаться» – это «не спать, сколько хочешь», сколько хотел. Поэтому, вот, когда вы «зеваете», запомните очень полезную фразу «извините, я не выспался». Это пригодится вам на уроке, чтобы преподаватель не сердился на вас. Ну, не выспался человек, что же делать? Так, следующий глагол. А следующий глагол, очень смешной глагол – «пикать». «Икать» – это «пикать». Когда мы, нам нужно попить воды, чтобы успокоилось, что-то мы сухое съели, да? «Икнуть» – форма. «Икнуть» – это один раз. «Икать», «икнуть» – несовершенный, совершенный вид. И я думаю, что следующий глагол – это «знают девочки, у которых длинные волосы». Я думаю, Магдалена, может быть, вы знаете этот глагол, потому что обычно мальчики в школе очень любят дергать девочек за косички, если длинные волосы, да? Вот, поэтому глагол «дергать» – совершенный вид с помощью суффикса «ну» – это «дернуть». Поэтому, когда мальчик подбегает и делает вот так, это значит, он «дернул» за волосы вас. И, к сожалению, в наш русский язык сейчас входит очень много американизмов. Из английского языка приходят слова. И вот, ну, мы, конечно, не можем помешать этому процессу, но по аналогии с русским языком, мы образуем от английских слов русские глаголы. Глагол «лайкать». Глагол «лайкать» – это от английского слова «лайк». То есть поставить, если вам нравится фотография в интернете, что вы делаете? Вот вы ее лайкаете, нажимаете на сердечко, показываете, что вам нравится эта фотография. Вот, поэтому, когда мы говорим «лайкать» и совершенный вид от этого глагола, это будет глагол «лайкнуть». Поэтому, когда встречаются две девочки и говорят, «Меня сегодня в Инстаграме лайкнули 150 раз», это значит, вот результат хороший получила, да? Лайкнуть. Хорошо. Значит, это у нас был суффикс «ну». Теперь смотрим суффиксы «енок» и «онок», как вариант. У нас был это «ребенок» или, как мы еще лучше говорим, «детеныш животного». Детеныш животного. И это довольно легко, если это сохраняется корень. От слова «кот» у нас есть слово, уже было «котенок». Давайте вспомним, кто знает, проговорите про себя, кто это. Это еж и ежонок. Еж и ежонок. Так, а это у нас кто? А это... Ну, будем считать, что это мышь, но, наверное, это такая большая крыса. Но если это мышь, тогда слово «мышонок». А если «крыса», тогда «крысенок». Так, это у нас волк. А если это у нас волк, то тогда у нас волчонок. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь происходит чередование. У нас было волк, а уже изменяется корень, получается волч. Очень часто при образовании прилагательных или других слов происходит чередование звуков. Опять я делаю ссылку, это исторические чередования. Это еще были в древнерусском языке, а они идут из старославянского языка, вот эти чередования. Поэтому волк, волчонок. Так, это у нас барцук. И то же самое здесь происходит чередование «к» изменяется на «ч». Получается слово «барсучонок». Обычно все студенты кричат «кэмэл, кэмэл», но это не «кэмэл» в английский, а это трудное слово «верблюд». И здесь уже чередование «д» и меняется на «ж». «верблюжонок». 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 «А это у нас слон». И ребенок «слоненок». Конечно, слоненок. Ну, этого зверя все знают. Это «тигр». Интернациональное слово «тигр». «Тигренок». И «тигренок». 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 Значит, вот у нас еще есть «лиса». 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 Этот способ образования слов называется суффиксальный, потому что новое слово получается при добавлении суффикса. То есть у нас уже есть основа слова, и мы просто приставляем к нему суффикс. К этой основе слова к ней мы приставляем суффикс. Суффиксы тоже имеют свое значение и тоже могут быть многозначными, однозначными. То есть они имеют не лексическое конкретное значение, а общее для многих слов. Например, суффикс «тель». Очень часто мы встречаем суффикс «тель», и он называет человека по его деятельности. Деятельность – то, что человек делает. И, в частности, профессия человека. Если мы берем слово «учить», то как мы получаем слово «учитель»? Посмотрим, да? Мы взяли слово «учить». Дальше смотрим, что нам показывает, что это инфинитив. Инфинитив нам всегда показывает «т», окончание «т» и мягкий знак. Или «ти» как вариант, но здесь «тель». Мы убираем окончание. Убираем, оно нам не нужно. И вместо окончания ставим слово, суффикс «тель». Вот он, суффикс «тель». Почему мы убрали окончание, что «тель», там же есть «т» тоже, да? Потому что мы сказали, что окончание – это то, что изменяется в глаголе. А когда мы, например, ставим в прошедшее время «учил», «учила», «ти» уже здесь нету, изменилось. Значит, это окончание. Его убираем и прибавляем суффикс «тель». Получается профессия «учитель». Вот, это «учитель». Давайте сразу вспомним. Ну, может быть, многие знают, но на всякий случай я напоминаю. Учитель – это человек, который работает где? В школе. А чтобы показать человека, который работает в университете, в институте, на курсах, это у нас будет слово «преподаватель». Преподаватель. Значит, если человек учит детей, он учитель. Если человек водит машину, он водитель. Если человек строит дома, он строитель. Если человек пишет книги. Я надеюсь, вы знаете русскую литературу и узнали этого писателя. Надеюсь, что узнали. Это Лев Толстой. Портрет Льва Толстого. Значит, если человек пишет книги, он писатель. Слово «писатель». А вот эти люди, они спасают других людей. Если человек спасает людей в экстремальных ситуациях, он, конечно, спасатель. Спасатель. А также можно назвать не только название профессии, но просто «что делает человек». Тот, кто приходит в библиотеку читать книги – это читатель. Тот, кто слушает музыку, передачи по радио или там в интернете – это слушатель. А вот здесь у меня маленькая ловушка. Ловушка, то есть маленькая проблема. Почему? Потому что тот, кто ходит в кино, в театр, смотреть фильмы и спектакли, мы называем «зритель». Не от глагола «смотреть», а от старого устаревшего глагола «зрить». Это синоним глагола «смотреть». А от глагола «смотреть» тоже у нас есть название профессии. «Смотритель» – это человек, который работает в залах музея. Например, вот женщина, да, она «смотритель». «Смотритель». Ну, обычно это такие женщины уже в возрасте, как говорят, с плохим характером, которые говорят «здесь нельзя», «здесь не трогайте», «здесь не сидите» и так далее. Это «смотритель». Хорошо. Не только суффикс «тель» нам помогает образовать название профессий. Мы его добавляем к глаголам. Помните, да? Читать – читатель, учить – учитель. Но у нас еще есть суффикс «ник», который тоже мы используем для образования профессий. Но его мы добавляем к существительным, чтобы получить название профессии. Например, двор. Все знают слово «двор». Это то пространство, то место, которое между домами находится, где могут дети гулять, играть. Значит, «двор». И отсюда «дворник». Человек, который убирает двор и улицу. Это уже «дворник», представляем к существительному. Если человек ходит в школу, от слова «школа» у нас называем мальчика как «школьник». А если человек работает в фирме, на заводе, где-то общее понятие от слова «работа», у нас есть слово «работник». Работник. 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 Дело в том, что часто студенты путают два слова «работник» и «рабочий». Рабочий – это профессия человека, который занимается физическим трудом на заводе или где-то. А работник – это вообще человек, который где-то работает в компании, в фирме, в университете, в школе, все равно. То есть, например, учителя – это работники школы. Вот работник – это просто человек, который где-то работает. Это не столько название профессии, сколько общее понятие для людей, которые работают. Работник. Работник. Так. Я думаю, что, может быть, вы знаете слово «охота». Вот на картинке у нас слово «охота», и этот человек называется «охотник». Охотник. Сейчас очень, я бы сказала, непопулярная профессия, да, потому что сейчас экологи и другие люди, они защищают животных, да, они против охоты, против охотников. Поэтому это, ну, с моей точки зрения, это, конечно, хобби имеет место быть, но вот оно, мне кажется, немножко жестоким, да, жестоким хард. Такое. Так. Хорошо. А вот это лучше. От слова «гриб» у нас есть слово «грибник». Еще, знаете, когда человек собирает грибы, вот этот «грибник», называют это тихой охотой. Тихая охота. Как у нас была охота на животных, это плохо, да. А вот охота на грибы – это хорошо, тихая охота. Это «грибник». Ну, и этот человек работает в лесу. Он защищает лес, смотрит, чтобы в лесу было все хорошо, и его профессия называется «лесник». Но суффикс «ник» – он многозначный. Не знаю, к счастью или к сожалению, говорят, русский язык очень богатый, потому что у многих слов, у многих частей слов есть много значений. Но я думаю, что для студентов, которые изучают русский язык, это богатство совсем не нравится, потому что нужно еще знать, что суффикс «ник» у нас показывает не только название людей по их занятиям, то есть чем они занимаются. Вот здесь в примере написано слово «волшебник». Волшебник – маг, это вот то, что по-английски magic, там магия, волшебник. Но еще суффикс «ник» у нас показывает название предметов по их значению. От слова «кофе» – кофейник. То есть это уже не профессия, это уже не человек, а это посуда. Это посуда. И плюс этот суффикс имеет значение название места, где что-то растет, какие-то растения. Например, слово «ельник». У нас есть слово «ель», название дерево. Я думаю, все знают, когда у нас праздник Рождество, Новый год, у многих дома стоит красивая, украшенная ель. А вот место, где растет эта ель, когда только ели растут, называется «ельник». То есть мы видим, что суффикс «ник». Мы, если не знаем лексическое значение корня, мы иногда не можем понять, что это – профессия или предмет или место. Можно вопрос? Да. А как вот этот лес, где растет ель или растут ели или как? Ельник. Этот лес называется ельник. Ельник, да. Мы сейчас посмотрим. Впереди у меня есть там… Надеюсь, что у меня есть картинка, потому что она все время терялась из презентации. Так. Значит, вот это у нас уже было от слова «кофе». У нас есть кофейник. А все знают это, чтобы пить чай. И все знают, что это чайник. А это для чего? Это для соуса. И вот есть соусник. Соусник. Хотя вы можете услышать в ресторане вариант соусница женского рода. Тоже имеет место быть соусник или соусница. Так. А вот он и ельник. Вот у нас место, где что-то растет, да. Когда здесь растут только ели, мы называем ельник, да. Где растет что-то определенное. Ель. Ельник. Здесь растет много цветов, да. Цветы. Как это будет? Цветник. Цветник. Может быть, кто-то знает, что это ягода, и она называется малина. Малина. Название? Малинник. Малинник. И иногда мы говорим, ну, я думаю, что все знают название животного. Медведь. И если есть фраза «как медведь в малиннике», как вы думаете? Что значит, когда мы говорим про человека, что он себя чувствует, как медведь в малиннике? Да. Это он чувствует себя очень хорошо, очень приятно, потому что медведи любят малину, да. И вот есть такое выражение, как медведь в малиннике. Так. Значит, зная некоторые значения суффиксов, мы можем догадаться, о чем идет речь в тексте. То есть, когда мы встретили незнакомое слово в тексте, да, и видим суффикс «ник», то сразу же, ага, давайте посмотрим, может быть, это человек, может быть, это предмет, который нам нужен. И по контексту мы можем уже понять, да, это профессия, например, да, или да, это то, что стоит у нас на столе. То есть, мы видим, что суффиксы играют роль в образовании слов и огромную роль играют в понимании слов в тексте, если у нас есть какие-то проблемы с лексическим значением. Но мы хотя бы знаем грамматическое значение этого слова. Вот. И что мы делаем? Мы уже, например, видели, как работают суффиксы с иностранным словом, вот это «лайкать», «лайкнуть». То есть, по аналогии с русскими словами, по аналогии с русскими глаголами, образованием русских глаголов, прилагательных, мы образуем такие же глаголы от иностранных слов, или мы можем образовать такие неологизмы, то есть новые слова в русском языке. И вот недавно, недавно вышел, вернее, хотели к этому туристическому сезону выпустить такой смешной словарь петербуржца. Словарь петербуржца, то есть это такие слова, которые будут понятны только петербуржцам и туристам города. Вот. Например, например, как вы думаете, что значит слово «белоночить»? Белоночить. Магдалина, давайте вы ответите. Попробуйте «белоночить». Ну, когда «белые ночи» в Питере, и когда ты переночиваешь, может быть, в Питере ты «белоночиваешь» или ты «белоночишь». Ага, ты «белоночишь». Суффикс «и» показывает, что это глагол, да, «белоночить», правильно, потому что догадалась, что это глагол, да, «ты белоночишь». Если кто-то из вас был в Петербурге в «белые ночи», то знает, что очень трудно заснуть в «белые ночи». Да, поэтому «белоночить» – это не спать, потому что быть не в состоянии уснуть из-за белых ночей. Такой глагол образовался «белоночить». Следующий глагол такой же из этого словаря – «эрмитажить». Пожалуйста, вам вариант. Как вы думаете, что значит «эрмитажить»? Ну, я надеюсь, вы знаете, что в Петербурге «эрмитаж» – главный музей Петербурга. Я бы с удовольствием поэрмитажила эдак дня два-три. Дюля, могу вас разочаровать, потому что это не посещать «эрмитаж». Вот так, видите, не угадала. Не угадала, а это просто стоять в длинных очередях. Проводить, так сказать, бессмысленно время, но ждать билета своего входа. Да, да, да. То есть, например, когда человек говорит «я вчера «эрмитажил» в магазине», это значит «эрмитажил» просто стоял в длинной очереди. Вот так, видите, не угадала. Да, вот такое значение – стоять в длинной очереди. Ну и сравнительно недавнее у нас слово «сапсанить». Сапчак? Нет, 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 это не от фамилии. Это от слова «сапсан». Асапсан. Сапсан. Это название марки. Да, да, да. Это скорый поезд, который ходит между Петербургом и Москвой. И он выезжает до Москвы за три с минутами часа, ну, около четырех часов, то есть это очень быстро. И если человек выезжает, например, в шесть утра из Петербурга, в десять часов он уже в Москве, он может погулять и потом сесть на поезд в девять часов вечера и в час ночи быть в Петербурге обратно, да. Поэтому «сапсанить» – это уезжать в Москву ненадолго. Уезжать в Москву ненадолго. То есть на скором поезде быстро съездить в Москву. То есть вот такие неологизмы у нас получились. Ну, это, конечно, такой юмористический словарь, хотя в него вошли пятьдесят семь вот таких неологизмов петербургских. Поэтому, когда вы приедете в Петербург, может быть, вам будет интересно купить этот словарь и почувствовать себя петербуржцем. Значит, что мы сегодня не успеваем? Мы не успеваем посмотреть префиксы. То есть мы с вами посмотрели некоторые суффиксы, да. А вот префиксы мы не в состоянии все охватить. Но я просто могу вам немножко напомнить. Конечно, если с суффиксами мы реже работаем на уроках грамматики в начале изучения русского языка, то есть мы просто заучиваем слова, что это учитель, что это там водитель. Если мы не делаем акцента на то, что вот этот суффикс показывает профессию, то приставки, префиксы, конечно, нам очень нужны для образования совершенного-несовершенного вида. Знаем, да? Купить-покупать. Читать-прочитать. Писать-написать. И плюс, конечно, нам нужно знать вот эти новые слова с новыми префиксами. Это когда мы изучаем. Девочки, преподаватели. Это глаголы движения. Это ужас всех студентов, да. Потому что зашел, прошел, обошел, дошел. Перешел, ушел, отошел. Да, 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 да. То есть это разные слова. Ну, я сама французский язык знаю, поэтому я знаю, что это по-французски это все совершенно разные слова. Сортира, антре и так далее, да. Я думаю, что в немецком языке, наверное, то же самое, да. То есть пришел, вошел. На самом деле в немецком языке тоже много приставок. Приставок, да. Просто они не совпадают по значению. Нет, к сожалению. К сожалению, да. Поэтому, что я хочу сказать. Очень хорошо значение приставок мы учим, конечно, не в таблице, а когда мы рассказываем сказки, например. Все знают сказку «Красная шапочка». Правда? Я даже знаю по-немецки «Рут Кепхен». И вот на этой сказке мы очень хорошо можем видеть, как образуются новые слова с новыми приставками. Когда «Красная шапочка» получила от мамы корзинку с обедом, она пошла к бабушке. Пошла. И сразу мы знаем, если слышим приставку «по», что она еще только около своего дома. Потом она шла, шла, шла и пришла к бабушке. Ага, приставка «при» уже показывает, что она около дома бабушки. Правда? А вот. Также и «волк». Когда он встретил Красную шапочку, да, и он спросил ее, куда она идет, он все узнал и побежал к бабушке. Глагол «бежать», да, «побежал к бабушке». Потом он «при» бежал к бабушке. Это значит, он уже около дома бабушки. Он «вбежал» в дом бабушки. Кстати, напомню, глагол сегодня был, глагол «дергать». Бабушка очень наивная. Она сказала «дерни за веревочку, и дверь откроется». Вот у нас был с суффиксом «ну» глагол «дернуть». Поэтому бабушка сказала «дерни за веревочку, и дверь откроется». Такой сложный механизм был у бабушки. Поэтому «волк» вбежал в комнату, подбежал к бабушке и съел бабушку. Вот мы видим все действия. То есть глагол «бежал», «вбежал», «подбежал», «прибежал сначала», «вбежал», «подбежал». То есть приставки нам все показывают без всякого изменения слова. И потом, когда, например, уже охотники пришли и убили волка, бабушка и красная шапочка, вышли из живота волка, живые и здоровые. И хэппи-энд показывает, что вы вышли, ура, они уже не в животе волка. То есть приставка имеет значение «out», «вышли». То есть мы можем послушать просто приставки с глаголами и сразу нарисовать себе картину. Правильно Магдалина сказала, что в немецком языке тоже приставки тоже имеют свое значение, и зная приставки, мы можем приставлять их и образовывать новые слова, новые глаголы. Поэтому, какой вывод из нашего сегодняшнего рассказа можно сделать, что у нас очень большую роль в образовании слов играют две морфемы – суффиксы и приставки. Суффиксов бесчисленное количество, у них много значений, и, к сожалению, мы не можем так вот все слова по одному шаблону. Как меня Анна правильно спросила сегодня, говорит, хорошо, если дерево ель, то ельник. А если слово дуб, дуб – большое, крепкое дерево, то уже здесь не действует это правило. Мы говорим «дубовая роща». Два словосочетания. Поэтому я хочу сказать, что это не универсальный способ образования. В русском языке не может быть ничего универсального. Обязательно будут какие-то исключения из правил, новые правила и так далее. Но я надеюсь, что немножечко я вам помогла сегодня понять вот эту систему. То есть это не значит, что вы сразу будете сами образовывать новые слова, там неологизмы и правильные формы, но вы когда встречать их будете в тексте, вы будете их узнавать. Уже.